Размер пенсии будет увеличен тем, кому она полагается по возрасту, по инвалидности или по случаю потери кормильца. Индексация начисляется индивидуально, однако в среднем увеличение составит порядка 800 рублей. Сотрудники пенсионного фонда уже провели перерасчет и готовы к этим выплатам. Проиндексированные пенсии с 1 января начнут получать более 231 тысячи сбайкальцев. Мне нравится, что индексация регулярная, она очень помогает. Нет, пенсия растет, хотя и цены растут, но все-таки это помощь пенсионерам. Я очень рада, что с 1 января будет индексация. Это для меня большая помощь, так как я пенсионер, проживаю одна. Очень рада. Социальные и государственные пенсии также будут проиндексированы, но уже с 1 апреля. Пока речь идет о повышении на 3,3%. Хотя, как считает заместитель управляющего региональным отделением пенсионного фонда Вера Безрукова, не исключено, что процент может быть пересмотрен в сторону увеличения с учетом инфляции и роста потребительской корзины. С началом следующего года произойдут изменения и в сроках начисления индексации работающим пенсионерам после их увольнения. Но, учитывая, что сегодня поменялась и отчетность у работодателей, они в режиме онлайн представляют в органы пенсионного фонда на сегодняшний день кадровые мероприятия, то есть информацию об увольнении или приеме на работу. Эта информация отражается в системе пенсионного фонда, и поэтому вот этот период перерасчета сокращается. То есть теперь, после увольнения пенсионера, все пропущенные индексации к его пенсии будут применяться уже на второй месяц. Это будет с 1 января. Выплаты на почте будут выдаваться по графику с 3 января. А вот банки на карты уже про индексированную пенсию начали перечислять с 30 декабря этого года. Важно понимать, что это никакая не 13-я пенсия, а положенная выплата за январь, которую они получили бы 16 января. Дарья Пьяникова, Екатерина Станиславская, Сергей Миртов, РТК Забайкалье.